Игра была такая раскованная и ничего не решала? Или просто, наконец, почувствовала? Да, я думаю, да, игра была раскованная, она ничего не решала, как не у нас в турнире, а в принципе, так вот у турков. Поэтому все ребята играли раскованно, выходили на площадку, ни о чем не думали. Перед игрой сказали, как бы, да, мы все потеряли шансы выйти из группы, просто играйте, чтобы вообще показать то, что сборная России может играть и должна отстаивать свою честь. Все-таки с нулем нельзя выезжать в чемпионат Европы. Спасибо по личному, что они поддерживают нас в такой трудный момент, потому что реально, ну, помогала эта поддержка. Ну и сегодня играли очень уверенно и играли реально все дружно, все поддерживали друг друга, поэтому, я думаю, такой результат. Сергей, а вот турки защищались так же, как бреки, финны, итальянцы, или все-таки чувствовалось, что так, игра товарищеская? Ну, конечно, не чувствовал, что игра товарищеская все-таки. Чемпионат Европы и здесь престиж тоже не хочется проигрывать никому, хоть эта игра ничего не решала. Да, может быть, турки, у них возрастная команда, они не столько подвижны в защите, но у них были свои козыри. У нас был козырь в скорости, потому что все-таки увидели под конец матча, они затохнулись уже, чуть ли не пешком ходили по площадке. А у них, безусловно, это преимущество физики в росте, потому что у них стартовая пятерка была в среднем, где-то 2-2,5-2,6 ростом. Поэтому было очень тяжело, но все-таки, видите, наш козырь нам помог больше. Сергей, отец говорил, что вы получили сокращение мозга легкого матча с Грецией. Как вы себя чувствуете и насколько это вообще? Ну, немножко голова побаливала, сейчас вроде нормально отошел уже. Да, такое неприятное ощущение, но дектора сделали все возможное, чтобы все было хорошо. Брат Сокров прорезался именно в тот момент, когда уже турнировых значений не было. Это волнение, значит, до этого было? Слишком много думал? Наверное, может быть и в этом, потому что первый Евробаскет и все-таки уже какая-то, наверное, другая роль была в команде. Более такая важная, чем на Олимпиаде, на той же, наверное, да, была скованность какая-то. А сейчас вот, может, попривык и все-таки отключил голову, попытался просто ни о чем не думать, играть в свою игру, играть в удовольствие. Из-за этого и забил, я думаю. А когда можно, можно ли дождаться, что все-таки сборная России, в том числе под грузом ответственности, когда мы наконец заиграем? Потому что сегодня было без груза. До этого 7 лет играли, я думаю, сейчас ребята новое поколение. Надо чуть-чуть, да, вот это был такой, не знаю, какой-то первый блин, как говорится, комом. Я думаю, то, что очень большой опыт нам дал, вот это дала Европа, и ребята все-таки почувствовали те эмоции, тот нокаут, ту борьбу. Я думаю, в будущем должны уже выходить на площадку без этого груза. Справедливо будет, если сборная России получит, либо не получит в Алт-карт на чемпионат мира? Как на твои взгляды? Учитывая, что, скорее всего, в Европе больше двух путевок не дадут. Я думаю, что будет справедливо. Конечно, хочется. Такое вполне возможно то, что и другие ребята приедут, и тот же Андрюх Воронцевич должен остановиться. Тима Москов, не знаю, насчет Кириленко-Хряпа, Кауна. Но вполне можем собрать очень, опять, боеспособный состав и те же молодые ребята после этого чемпионата Европы уже с другой, с уверенностью и с таким настроем, я думаю, выйдут. И поэтому будем надеяться на это. Сергей, а вот... Сейчас Алексей Свет очень обиделся на журнале.